Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Как избавиться от сильной скромности? Гуляла с парнем, обвинила, что чересчур скромно обложила по полной, сказала, что только ненормальные люди сильно скромны. Сказала, что о скромности говорит закрытая поза и взгляд отводила, так как глаза перенапряжены, забыла его предупредить о проблемах с глазами. Ну, конечно, на мой взгляд, то, что вы демонстрируете сейчас, то, о чем вы говорите сейчас, это больше про обиду. То есть вам не столько вот хочется самой избавиться от скромности, да, или стать менее скромной, сколько вы чувствуете обиду от того, что вам наговорил молодой человек. И здесь история, конечно, про то, на каких основаниях вы устраиваете эти самые отношения. То есть как именно вы строите взаимодействие с людьми и с мужчинами вообще, и с этим мужчиной. В частности, что человек может вам так говорить, да. Неизвестно почему, но у мужчины скопилось довольно сильное, довольно большое количество агрессии и злости на вас. И, в общем-то, вот это вот накопление агрессии является чаще всего именно таким внутренним подспудным проявлением злости и, точнее, подспудным проявлением скромности. То есть скромный человек, вот в чем проблематика скромности часто, это то, что человек не выражает свои настоящие чувства более экспрессивные, а предпочитает выражать их сдержанно, либо не выражать вообще. И, на самом деле, вот людей, которым было бы достаточно, да, какого-то такого скромного проявления своих эмоций, ну, на мой взгляд, мало. Их, на мой взгляд, немного. Большинство людей, а, испытывает чувство, большинство людей реагируют на какие-то внешние раздражители, если у них нет каких-то психических заболеваний, которые напрямую влияют, да, на ощущения. Вот, и потому вот скромность скорее сдерживает этот потенциал, нежели чем помогает ему проявляться. Вот, поэтому скромность чаще всего является таким поведением, преследующим цель безопасности, защиту от какого-то внешнего воздействия, например, осуждения, например, критики, например, чего-то такого. Но и в то же время позитивных чувств, таких как восхищение, восторг, любовь и так далее. То есть человек боится. Вот. Поэтому нужно сначала поисследовать вашу скромность, что вы под ней понимаете, как вы ее ощущаете и как она проявляется. Дальше необходимо поисследовать, что за ней находится и научиться выражать. Это не означает, что вы перестанете быть скромными совсем, но это означает, что вы сможете быть более свободными настолько, насколько вы хотите. С другой стороны, если вам комфортно в вашем состоянии, то меняться я особо смысла не вижу. Ничего хорошего из этого не получится, тем более, если вы будете меняться ради кого-то. Ради мужчины или ради кого-то и кого-то еще. Но, как я и сказал, мне кажется, что сейчас вас говорит обида. И поэтому необходимо поработать сначала именно с этим, с обидой. Выразить ее, просить ее, освободиться. А дальше уже можете решить, что вам делать и как. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего самого доброго. Продолжение следует.